Кинокомпания Джамии Суганг представляет Производство Амир Хан Продакшнс Логан. Однажды в Индии В главной роли Амир Хан В ролях Грейси Синг, Рейчел Шелли, Пол Блекторн, Эйкей Хангал, Сухасани Мулей, Олбхусан Харбанда, Ягувир Едаф, Пенджерра Гупта и другие. Кинокомпания Автор сюжета Аскутош Гаварикар Оператор Амил Мехтер Композитор Рахман 1983 год Провинция Чемпен Маленькая деревушка в сердце Индии Жители Чемпена, подобно жителям тысяч других деревень, занимались земледелием Неподалеку располагался английский военный городок В двух милях к югу от него находился форт Раджи этой провинции Англичане защищали владение Раджи от набегов соседних правителей, которым они в свою очередь обещали защиту от притязаний соседа Такая политика позволяла британцам собирать дань со всех Раджей и ее платил каждый фермер в стране Так называлась часть урожая, собранная фермером, который он сдавал Раджи в виде налога Каждый Раджа собирал Лагаан от подчиненных ему деревень Часть подачи Раджа оставлял себе, а остальное отдавал англичанам Власть англичан крепла с каждым днем Фермеры тысяч деревень по всей стране трудились с ночи до зари Не доедая сами, они платили подать Радже из года в год Продюсер Амир Хан Предыдущий год выпало очень мало дождей В этом году дождя совсем не было Автор сценария и режиссер Асхутош Гаварикар Глаза жадно всматривались в небо Мам, ты опять смотришь в небо? Чего ты ждешь? Жду, когда на нем появится хотя бы одно облачко Сколько времени прошло? Сезон дождей уже закончился, но на землю не упало ни капли Иду, иду! Слава Богу, что у нас еще питьевая вода Иначе мы бы высохли до костей Значит так Богу угодно Да, мама, но земле нужна вода Как без нее созреет урожай? Не нужно отчаиваться, Харибхай Если небо не даст нам воды, мы будем искать ее под землей Мы должны найти воду под землей Я так и сказала Бхувану А где он? Он уехал утром Пора обедать Если увидишь его, скажи, пусть идет домой Хорошо, мама Стойте, сорванцы, стойте Боже мой Опять великая куриная война Голя, негодяй Вот я сейчас возьму свое ружье Будешь знать, как воровать моих кур Иди к черту, Бхура Ну-ка, иди-ка сюда Я тебе покажу Давай Я иду Я так отделаю тебя, что ты не сможешь встать в кровати Как ты смеешь бить моих детей? Я подвешу их за ноги Перед виду под ними костер Они воруют моих кур Если я еще раз увижу их возле моего дома То я сам подожгу твой курятник Только попробуй Сколько можно ссориться? Вы ругаетесь хуже, чем кошка с собакой А его мальчишки воруют моих кур Ну и что? Это же хура, а не девушки Ты орешь, как будто их совратили Моим курам замуж выходить не нужно Хура, они всего лишь дети А ты горе, присматривай за своими мальчишками Ладно, лучше скажи мне Ты не видел Бхувана? Нет А ты видел Бхувана? Левой, правой Левой, правой Левой, правой Раз, два, раз, два Раз, два Левой, правой Левой, правой Левой, правой Левой, правой Левой, правой И охота им маршировать в такую жару Когда-нибудь вы отправитесь обратно на свои замерзшие острова И я вижу, как Сатурн с ненавистью смотрит на вас Гуран, что толку предвещать им такую страшную участь? Они не слышат тебя Ты лучше предскажи мою судьбу Скажи, я встречу принца и своего чудесного стола? А почему бы и нет? Если ты полюбишь его, он наденет на тебя свадебный венец Ты станешь его невестой Правда? Ты слышала, Джинги? Да Но... Что там? Что? Я вижу препятствие Какое препятствие? Говори скорее, Гуран Гури Я потом приду Скажи, что меня ждет Что, дядя? Гуран гадал по твоей руке? Нет То есть, да Он сумасшедший Он не знает, что происходит сию минуту А берется судить о будущем Нет, дядя, он не сумасшедший Ты помнишь тетушку Дургу? Она девять лет была бездетна после замужества Но Гуран сказал, что у нее будет сын И вскоре родился саму А потом еще Кесари Ладно, будь по-твоему Он не сумасшедший Ты мне лучше скажи Ты не видела Пхувана? Я не видела Но знаю, где он может быть Смотри-ка Наша малышка все знает про него Уходи, Лакха Тебе-то какое дело? Интересно Это и меня касается А я и рта не могу открыть Хочешь, я надену на тебя свадебный венок? Лакха, что за глупость это говоришь? Я не шучу, отец Ты постарел, а наша милая Гури Не обращает на меня внимания Смотри Смотри, как я поранился Поранился? Тогда тебе нужен мой отец, а не я Папа! Что тебе? Лакха поранил руку Лакха, ты чаще попадаешь себе по рукам Чем по стволу дерева Что поделать из арт? Такова, видимо, моя судьба Что поделаешь? Дядя Я пойду поищу Пхувана Если увидишь его, скажи, что мама ждет его к обеду Хорошо, скажу Продолжение следует... Раз, два, три. Черт возьми, ты опять промазал. Ко мне. Ты заходи с той стороны, мы должны окружить их. Продолжение следует... Продолжение следует... Бровь камень. Продолжение следует... Теперь понятно, почему я пять раз промахнулся. Ты кто? Защитник животных? Это крестьянин из Чемпана, сэр. Ну что ж, значит, ты хорошо бегаешь. Этого не хочешь спасти? Следующий раз я выстрелю в тебя. Я не промахнусь, будь уверен. Капитан Рассел, Раджа Пуран Синг ждет вас в лагере. Пуран? Что ему нужно? Пуран! 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 Я думаю, что я говорю. Почему ты такой сердитый? Неважно. Что тебе нужно? Мне нужно кое-что сказать тебе. Что? Садись. Ну, говори. Горан гадал по моей руке. И что он нагадал тебе? Расскажи. Не буду. Да ладно, не сердись. Горан сказал, что в этом году я надену свадебный венок. То есть я выйду замуж. Вот это здорово. Отличные новости. Повеселимся на твоей свадьбе. А кто жених? Откуда мне знать? Горан не сказал мне. Зато он точно знает, что во дворе дома моего мужа будет расти тутовое дерево. А за домом будет большое поле. Две коровы, два мула и три козы. Горан сказал, что мой дом будет похож на маленький рай. Надо же. Это замечательно. Ты будешь счастливой. Счастливой? Ты называешь это счастьем? Маленький рай в доме. Что же еще можно желать? Бог знает, что со мной будет. Горан, скажи мне, а какие девушки тебе нравятся? Мне? Я полюблю только ту девушку, которая понравится моей маме. Которая понравится твоей маме? Ой, Боже. Что случилось? Я же пришла сказать, что мама ждет тебя к обеду. Забыла. Ты только сейчас об этом вспомнила. Ты можешь оставаться, а я пошел. Хуван. Хуван, ну прости меня. Раджа. Как прошла охота? Англичане отличные охотники. Разве вы не согласны с этим? Совершенно согласен. Однако я беспокоен. Чем? Когда вам надоест развлекаться в джунглях, куда вы направите свое оружие? Мы рады, что вы решили нанести нам визит. Но я пока не знаю повода. Я привез вам прошение от имени моих подданных. Прошение? Здравствуй, Луиза. Доброе утро. Ваше Высочество, позвольте представить вам мою сестру Элизабет. Она только сегодня прибыла из Лондона. Элизабет? Его Высочество Раджа Уран Синг. Добрый день. Раджа, она не знает Финди. Рад познакомиться. Я тоже Ваше Высочество. Сэр. Добрый день. Элизабет. Позволь представить тебе лейтенанта Патрика Смитста. Здравствуйте, господин лейтенант. Рад познакомиться. Господа. Итак, Раджа. Я слушаю Вас. Последние три года мои люди лишены возможности посещать храм Сидешвар и проводить там богослужения. Они полагают, что это могло способствовать окончанию вражды, которая длится многие годы. Но этот храм расположен на земле, который правит Раджа, настроенный к Вам враждебно. Вы же знаете. Но который является Вашим большим другом. Я уверен, что Раджа не ответит отказом, если Вы поговорите с ним. Нет, благодарю. Я вегетарианец. Как Вы полагаете, капитан Рассел, это возможно? Ну, что ж. Можно попробовать. Но при одном условии. Говорите. Я готов выслушать. Съешьте мясо, Ваше Высочество. Вы съедите это мясо, а я поговорю с Раджой Сингхом. Я же сказал Вам, я вегетарианец. Я не ем мясо. Всего один кусочек. Съешьте его, и Ваша просьба будет выполнена. Эндрю. И ешьте мясо. Но каким образом это связано с храмом? Никакой связи здесь нет. Я просто хочу посмотреть, как Вы едите мясо. Исполнение моих обязанностей не должно вступать в противоречие с моими религиозными убеждениями. Прошу прощения. Ну что ж, как хотите. Тогда Вам придется выплатить мне двойной налог. Два ла гаана. Послушайте, Раджа. В прошлом году по Вашей просьбе я вдвое уменьшил Ваш налог и забыл об этом. В этом году мы должны исправить ошибку. Удвойте налог. Сэр. Здесь до сих пор не было дождя. Британские солдаты не отбирали у Вас дождь, Раджа? Есть дождь или нет? Но я должен обеспечить свой лагерь. Армия стоит денег. Солдатам нужно платить. Их нужно кормить и одевать. Ведь они защищают Вас. Но чем же крестьяне будут платить? Давай, Раджа. Налоги нужно удвоить. Ведь Вы не захотели есть мясо? А-а-а! Бакха, чему ты так радуешься? Я тоже не пойму. Он не станет поднимать шум из-за пустяков. Бакха! Почему ты так громко бьешь свой барабан? А-а-а! А-а-а! О, Боже! Мы слишком рано обрадовались. Почему Бог не хочет помочь нам? В этом году не будет хорошего урожая. Проклятый безумец! Ты хочешь накликать беду на нас? Слушайте, слушайте указ Раджи. Ваш правитель Раджа Пуран Синг повелевает. В этом году Вы должны платить двойной налог в виде пшеницы, риса и маиса. Этот приказ распространяется на всю провинцию. Как это возможно? Это тирания! Двойной лагаан! Пьяволы! Тогда сберитесь на кожу живьем! Разве Раджа не знает, как трудно мы живем? И все равно он удваивает лагаан! Чем мы провинились? Почему мы должны платить вдвое больше? В прошлом году мы платили только половину налога, а в этом нам придется заплатить полностью. Отец, Раджа позволил нам это, потому что в прошлом году не было дождей. Сначала избить, а потом замучить до смерти. Значит, сейчас мы наказаны за это. Большое тебе спасибо, Раджа! Замолчи, Лака. Я не хочу слышать упреки в адрес Раджи. Он и его предки защищали нас в эти годы. Ну и что? Какие блага мы видели от них? Дерево должно давать тень. Я хочу знать, сколько еще голодные люди будут возносить ему хвалу и набивать его карманы. Повторяйте понять. Эти требования выдвигают белые англичане. Вот кто. Правой руке мы будем отдавать или левой. Все равно платить нам. Мы все должны пойти во дворец и поговорить с ним. Он тоже видел эти облака. Мы должны сказать, что не можем в этом году уплатить двойной лаган, ни одного зерна. А если Раджа все равно скажет нам, что ты будешь делать? Тогда разрозненные пальцы сожмутся в один кулак. Вы будете воевать? Если придется, будем. Ты с ума сошел. Если ты скормишь Раджу, он не только тебя, но и всех нас уничтожит. А сейчас твоя жизнь сплошны радости. Разве ты не страдаешь? Что бы ни случилось, я не позволю подвергать опасности всю деревню. Чего ты хочешь? Страдать наши дома? Наш скот может и нас самих. Разве справедливо снимать с нас двойной налог? Смотрите, это наша Раджа. Куда этого собрались? Пожалуйста, брат, пропусти нас к его высочеству. У нас к нему срочное дело. Хорошо. Они еще не закончили игру. Вам придется подождать, пока игра закончится. Садитесь, садитесь. Во что они играют? Одному богу известно, во что играют эти иностранцы. Эта игра похожа на нашу Джилли Данду. Тогда почему эти белые овцы играют в детскую игру? Облаков не видно? Отличный удар. Ты не должен был прикасаться к мячу. Порай! Арестуйте его! Желаем здравствовать, Раджа. Зачем вы пришли сюда? Простите, ваше высочество. Мы пришли, чтобы поговорить с вами. Они смотрят на эту глупую игру. Мы очень обеспокоены. А этот чужедемец ударил кура. Мне не нравится твой тон. Простите их, капитан. Рассел. Они пришли поделиться своими проблемами, своей горькой судьбой. Этот юноша ни в чем не виноват. Не такой уж он и невинный. Это тебя я видел в джунглях. Ладно. Мы поговорим об этом после игры. Отпустите его. Поговорим после игры. Как пожелаете, ваше высочество. Продолжение следует... Желаем здравствовать, ваше высочество. Тароста, говори, с чем пришли вы? Ваше высочество. Вам известно, как давно у нас не было дождя. Если бы мы могли оставить себе весь урожай, мы бы пережили этот трудный год. Мы пришли просить тебя отменить налог в этом году. Ты же нам, как отец родной. Послушай, староста. Я понимаю, как трудно вам приходится сейчас. Но мои руки тоже связаны. Эти чужеземцы не освободят от налога даже свою родню. Вам придется уплатить двойное лагаан. Мы умрем от голода. Какие проблемы, ваше высочество? Эти крестьяне пришли с просьбой. Чего они хотят? Они хотят, чтобы их освободили от уплаты подати в этом году. Я сказал им, что это невозможно. Это невозможно. Но каким образом? Я скажу вам. Я согласен. Я отменю налог. Но при одном условии. Назовите его капитан. Ты. Иди сюда. Как ты назвал нашу игру? Ах, да. Глупая игра. А что ты знаешь об этой игре? Мы играли в нее еще в детстве. Мы называем ее Джили Данда. А как ее называете вы? Крикет. Ты хочешь сказать, что умеешь играть в крикет? Умею. Это просто. Ладно. Я отменю налог. Но ты должен победить нас в этой игре. Давай заключим договор. Если ты победишь нас, вы не будете платить налог. Я не шучу. Победишь нас. Платить не будешь. Но если ты проиграешь, то вам придется заплатить тройной налог. То есть, три логана. Согласен? Ты принимаешь эти условия? Наверное, он проглотил язык. Тихо. Я поднимаю ставку. Если ты обыграешь нас, я отменю налог не только на этот, но и на следующий год. Ты согласен? Не говори ничего, ни одного слова. Ты молчи, Трик. Ладно. Я подниму ставку еще выше. Я отменю налог не на один, а еще на два года. Итого, получается, три года. И не только для вас, но и для всей провинции. Ну что, ты согласен? Он роет ему яму, чтобы похоронить во всех, Бухуан. Тарасто, скажи им. Да, теперь твоя очередь. Господин, молчать! Том. Пусть сам скажет. Говори, ты заплатишь двойной налог или согласишься на спор. Я принимаю твои условия. Я принимаю твои условия. Он согласился? Да, согласился. Тихо. Итак, мы договорились. Игра состоится через три месяца. Это результат. Ваше Высочество, мы все умрем от голода. Это несправедливо. Такова жизнь. Вы не будете платить налог, если ты победишь. Но если ты проиграешь, вы заплатите втрое больше. И Бхуран согласился на это невыносимое условие. Что ты сделал, Бхуран? Налог увеличится втрое. Полное разорение. Я говорил тебе, что может получиться из этого, но ты не послушал меня. А разве у нас был выбор? Я спрашиваю вас, разве у нас был выбор? Что еще мы могли сделать? Разве двойной налог это справедливо? Разве мы в состоянии его заплатить? Скажите мне, кто из нас может это сделать? Не считаете это несчастьем? Это возможность, наш единственный шанс. Я согласился на это не из бравады. Нужно сгореть самому, но спасти свой дом от пожара. Да, я знаю, что мы слабы, но у нас хотя бы есть надежда. И я хочу превратить эту надежду в реальность. Это игра за ваши поля и урожаи. Бхазир, вы не поняли? Если мы выиграем, то будем спокойно жить три года. Три года! Да вы только подумайте, целых три года без налогов. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что весь урожай будет наш. Мы не отдадим никому ни одного зернышка. Благополучие наших детей, всей деревни в этой игре, наш пот будет бежать по жилам вместо крови. Замечательно. В маленьком человеке такие большие мечты. Да, Арджан, у меня есть мечта. Только тот, кто мечтает, может осуществить свои мечты. Дядя, три месяца это большой срок. Мы можем научиться играть и победить их. Даже если ты целый год будешь размахивать палкой, ты не выучишь игру этих белых. Да я знаю, что это непростая игра, лаха. Но в этом нет ничего невозможного. Я хочу, чтобы вы все были со мной заодно. Никто из жителей деревни не будет участвовать в этом безумии. Но я знаю. Хватит спорить. Мы еще раз пойдем к Радже все вместе и будем молить его спасти нас. А что ты думаешь, мама? Я думаю о том, что случилось сегодня, сынок. Клянусь тебе, мама, я был уверен, что поступаю правильно. Гнев поднимается в моем сердце, когда я плачу налог Радже, а он отдает его в жадные руки этих белых чужеземцев. Скажи мне, мама, кто пашет эту землю, чтобы потом засеять ее? Мы. Кто поливает ее? Мы. Почему мы должны набивать их мешки плодами своего труда? Белый капитан сказал, что он может отменить налог на три года. Разве я мог промолчать? Скажи, ты тоже думаешь, что я не должен был соглашаться? Почему? Почему ты так на меня смотришь, мама? Ты говоришь совсем как твой отец. Он был таким же горячим и всегда говорил правду. Ладно, иди спать, не позволяй своему сердцу ожесточиться. Гури, что ты здесь делаешь? Я пришла к тебе, чтобы сказать, что я с тобой. Я верю в тебя. И в твою смелость. Вот и все, что я хотела сказать. Ну, я пойду. Субтитры Дядя Пхуан, я потерял свою джили. Сделай мне другую. Что это? Тебе я скажу. Это не так уж трудно типу. Продолжение следует. Белые во время этой игры надевают брюки и называют ее Киркут. А мы надеваем львиной шкуры, называем ее Джелли Данда. Понятно? Наш отцы и деды играли в Джелли Данду. Иди-ка туда. Отойди назад. Еще. Еще немного. Хорошо. Лови мяч. Правильно, лови типу. А теперь бросай его мне. Ты видел? Ведь это очень легко. Даже ты так быстро научился. И игра очень похожа на нашу Джелли Данду. Лови ты еще раз. Хорошо. Какой ты молодец. Отлично типу. Разве это так трудно? А теперь бросай мне мяч. А я покажу тебе, как его нужно отбивать. Бросай еще раз. А у тебя хорошо получается. Типу... Гури, дай-ка мне мяч. Давай, давай. Гури, мяч. Гури. Куда ты собралась? Иди, грей воду. Держи типу. Смотри внимательно. Это очень просто. Ну что ж, бывает и такое, палка выскользнула. Это потому, что у меня плотные руки. Вот так будет лучше. А вот теперь типу бросай. Не случайся, если мой удар будет очень сильным. Давай. Очень сильным. Как же. Держи типу. Субтитры создавал DimaTorzok Баха, брось мяч! Папа, можно мне сказать? Что? Мне кажется, что Пхуван поступает верно. Ладно, ладно. Иди посмотри, закипела ли вода. Давай, Баха! Баха, бей, сильно! Отлично, Баха! Я тоже с тобой, как Баха! Баха, баха! 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 Что это за люди, папа? Это Рампрасат и Намдео, старейшины рода Танпура и Пхинта. Как много людей. Кто из вас в Хуван? Вон он! Это он! Остановись, Рампрасат! Подумай о чести своей деревни! Я не ссорился с вашей деревней, но я должен проучить этого выскочку Пхуана! Почему мы должны страдать за то, что он сделал? Болтун! Почему ты один решаешь за нас? Ответь! Почему? Пусть он ответит! Я сделал то, что будет лучше для всех! К черту твою заботу! Ты должен умолять Белого Капитана о прощении! Убирайся к черту вместе со своей игрой, если не хочешь нарваться на неприятности! Успокойся! Все будет по-твоему! Но, староста, староста... Довольно! Больше никаких скорок! Мы должны пойти к Радже! Это мое последнее слово! Это дело касается не только игры или налога, но и чести Британии и самолюбия Капитана Рассела. Вот в чем проблема. Поговорите еще раз с Белым Капитаном, ваше высочество! Простите его, ваше высочество! Бхуван, молодой импульсивный юноша, он поступил... Это не имеет значения. Он поступил с англичанами от вашего имени. Он готов просить прощения у английского Капитана. И мы все тоже. Я согласен получить сто ударов плетью. Но просить прощения я не буду. Что ты такое говоришь, Бхуван? Уже поздно извиняться. Ты должен отвечать за то, что ты сделал. Что нам делать, ваше высочество? Надо научиться играть в их игру. А почему все остальные игроки стоят по краям поля? Так же, как Джилли Данда. Он должен поймать Джилли, то есть мяч. Был аут, сэр. Почему он показывает пальцем в небо? Вот и я тоже пытаюсь понять это. Наверное, он думает о своем боге, ведь он сидит на небе. КОНЕЦ Простите, я хочу немного пройтись. Какой-то жук ко мне привязался. Тихо. Смотри. Белая леди идет сюда. Черт возьми, он укусил меня. Прочь, прочь. Мисс, кто эти люди? Не волнуйтесь, это крестьяне. Я знаю их. Спасибо, продолжайте игру. Я подумала, что вы спрятались за деревьями, чтобы посмотреть игру. Нет, госпожа, мы пытались понять правила. Мне показалось, что вы смотрели, как они играют. Хуан. Что она говорит? Я думаю, что она хочет, чтобы мы ушли. Хорошо, госпожа, мы уйдем. Нет, нет, постойте. Рам Синг. Да, госпожа. Чем могу помочь? Рам, скажите им, что я бы хотела помочь им выучить правила. Хорошо, госпожа. Госпожа говорит, что она поможет вам. Простите. Что будет, если ваш брат узнает об этом? Рам, я могу положиться на вас? Да, госпожа. Никто не должен узнать об этом. Хорошо, госпожа. Никто не узнает. Так, госпожа говорит, что она хочет помочь вам выучить правила этой игры. Правда? Но почему? Она ведь тоже чужестранка. Он спрашивает, почему вы хотите научить их? Ведь вы тоже чужестранка. Скажите ему, я знаю, что с ними поступили нечестно, и хочу дать им шанс. Госпожа знает, что с вами обошлись несправедливо, и хочет, чтобы у вас были равные шансы. Спасибо, вы очень добры. Он счастлив и благодарит вас. Хорошо. Это чудесно! Скажите им, что я жду их завтра. Но только не здесь, и не в деревне. Где-нибудь в другом месте. Хорошо? Госпожа готова встретиться с вами завтра, в это же время. Но только не здесь, и не в деревне. Вы можете найти какое-то другое место? Конечно, за холмом, позади деревни. Вы можете встретиться с ними за холмом, недалеко от деревни. Вы знаете, где это? Да. Хорошо. Как его зовут? Госпожа хочет знать ваши имена. Это Гуран, это Бакха, Типу, а я Бхуван. Бхуван? Нет, нет, Бхуван. Бхуван? Верно. Почти что получилось. Бхуван. Точно? Намного лучше. Меня зовут Элизабет. Госпожу зовут Элизабет. Эли, как дальше? Боже мой, язык можно сломать. У вас красивое имя, хотя его трудно сказать. Госпожа, нам пора. Спасибо. До свидания. Бхуван. Бхуван. Он никогда не согласится. Папа! Согласится. Здравствуй, Бабхи. Здравствуй, Бхуван. Вы почему не спите до сих пор? Ты уже поел, Гали? Да. Я целый день не видел тебя, Бхуван. Что делать? Я готовился к игре. Ну? И как продвигаются твои дела? Ну, пока я только еще в начале пути. Мы должны выучить правила. Ты знаешь, что все смеются над тобой. Они говорят, что это за игроки? Один Баха, а другой Гуран. Один может только бить барабан, а другой смотрит на него, как сумасшедший. Нет, это не я так говорю. Это другие говорят. Правда? Белая госпожа согласилась обучить нас. Белая госпожа? Хватит сказки рассказывать. А ты как думал? А ты спроси, спроси остальных. Это правда, Гури? Да. Та самая белая леди. Значит, вы научитесь играть? А у нас нет другого выхода. У меня не так много земли, как у тебя. Я не могу продать ни кусочка. Да что ты говоришь? Почему я должен продавать свою землю? Я не собираюсь ничего продавать. Извини, а твой отец сможет выплатить двойной налог? Ну, ладно. Мне... Пора. Руан! Как ты думаешь, я могу тебе пригодиться? Да ты будешь лучшим игроком. Правда? Как это? Ты будешь бросать мяч так, как ты всегда умел это делать. Ты такой меткий. У тебя отличный удар. Отличный удар? И тогда нам не придется платить дань? Да. Мы сможем есть досыта. Неужели наши мечты осуществятся? Нет, Бухван, мы не можем даже мечтать об этом. Нужно верить Голи. Тот, у кого есть вера и сила в сердце, тот обязательно победит. Отлично сказано! Леди еще не пришла? Я уже здесь. Мы говорим не о тебе, глупышка. Мы ждем белую госпожу, а не простую дериенскую девчонку. Она приехала, Бухван! Скажи мне, Бухван, почему эта белая ведьма хочет помочь вам? Все очень просто. Ей понравился наш Бухван. Это правда? Ах ты негодник. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто с вами? Как быстро вы выучили наш язык. Рам Синг научил меня. Кто вы? А вы уже знаете, типу Бакха и Гурана. Это Голи. Он и Зар, а это Гури. Гури. До встречи. Простите, вы должны сказать, рада познакомиться. О, Боже. Простите. Рада познакомиться. Скажите мне, что вы знаете об этой игре? Что? Госпожа спрашивает. Что вы знаете об этой игре? Много. На поле стоят палки. Три с одной стороны, три с другой. Два человека стоят с битыми перед палками. Один подбегает к палке и бросает мяч. Парень с битой сильно бьет по мячу, а потом все быстро бегут. Один из них ловит мяч и отдает его первому парню. Он снова бежит и бросает мяч тому, кто крутит битый. Вот и все, так целый день. Бросаешь мяч, крутишь битый, бросаешь мяч, крутишь битый. Верно? Все очень просто. Да. Госпожа, я не могу это переводить. Не надо, Рам. Я все поняла. Знаете что? Представьте, что это игровое поле. А на этой площадке проходит сама игра. В игре три основные действия. Работать битой, бить по мячу и охранять поле. Боже мой, даже наша старейшина не смогли бы произнести это. Что он сказал? Он говорит, что этот язык совсем невозможно понять. Хорошо, я объясню проще. В игру будут играть две команды. Вы и англичане. Каждой команде 11 игроков. Горит. 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 Да. Что случилось? Что с тобой? Ничего. Я думаю, нам пора возвращаться. На сегодня достаточно. Ну что, начнем с Божьей помощи. Лови, постарайся следить за мечом и поймать его. Не давай ему упасть на землю. Хуан, белая господа сказала, что в команде должно быть 11 человек. А нас только пятеро. Почему пятеро? Я тоже буду играть. Если белая госпожа умеет, я тоже научусь. Хорошо, Гури, теперь нас шестеро, а не пятеро. Кизар, вот ты подумал о нашей древней и решил присоединиться к нам. Так же придут и остальные, или мы сами приведем их сюда. Голик, лови мяч. Кто бросил этот мяч? Это Голи. Голи, ты шакал. Тебе это так не сойдет. Опять начинается. Я сломаю тебя, как яичную шкурнуку. Опять вы за свое. Хватит ссориться. Изар, не вмешивайся. Прекрати, прекрати сейчас же. Брось камень. Да кому сказал. Перестаньте. Перестаньте. Голи. А вот и шестой игрок. Хура! Молодец! Изар, ты видел, как нужно ловить мяч? Вот это был рывок, как птица бросается за рыбой. Так вот как это нужно делать? Ну конечно. Хура, покажи еще раз. Покажи им всем. И Голи пусть посмотрит. Он совсем никуда не годится. Не может поймать мяч. А вы стойте и внимательно смотрите. Приготовься, Бхура. Смотрите все. Вы видели? Отлично, Бхура. Просто здорово. Где ты научился? Я вам скажу. Мяч летит прямо. А куры бегают дигзагами. Чтобы поймать курицу, нужно быть быстрым и метким, как Бхура. Он всех нас научит ловить мяч. Правда, Бхура? Я научил вас, но... Что? Но. А как же мои куры? Где они? Штаб-квартира Британии, центральная провинция. Узнав о споре и отмене налога, все старшие офицеры были весьма обеспокоены. Полковник Бойер, майор Уоррен и майор Коттон решили выразить капитану Расселу свое недоумение по поводу его действий. Вольно, капитан. Познакомьтесь, майор Коттон, майор Уоррен. До нас дошли слухи, что вы согласились отменить налог с крестьян, если они обыграют вас в крикет. Это верно? Да, господин полковник. Это так. Вы решили, что вас прислали сюда, чтобы играть в крикет? Позвольте напомнить вам, что вы находитесь на службе Ее Величества Королевы, и ваша задача избегать возможных проблем. Простите, сэр, но именно этим я и занимаюсь. Позвольте нам самим судить об этом, Рассел. Нам стало известно, что в случае, если вы проиграете этот так называемый матч, то вы отмените налоги на целых три года. Это не приведет к новым проблемам. Они не смогут выиграть, но вы поставите под удар всех нас. Вы понимаете, Рассел, чем мы все рискуем? В случае неудачи мы лишимся значительной доли налогов, а этого мы не можем допустить. Вы не знаете одного. Если они проиграют, а так и будет, им придется выплатить короне налог в тройном размере. Это неслыханно. Какие еще азартные игры вы хотите втянуть нас? Что будет в следующем? Скачки? Я никогда не слышал ничего подобного. Капитан Рассел, асэптор английской армии, не может допустить подобного поведения. Я прошу вас запомнить вот что. Если вы выиграете, то мы, конечно, забудем об этом. Но если вы проиграете, вы заплатите все налоги короне из собственного кармана, а потом мы отправим вас в Центральную Африку. Вам это понятно? Да, сэр. Это все может идти. Английская гордость не позволила ему отменить спор. Капитан Рассел получил предупреждение. В случае выигрыша на этот инцидент закроют глаза. Но если он проиграет, ему придется самому выплатить тройной налог со всей провинции. Более того, ему придется продолжать службу в пустынях Центральной Африки. Что вы себе позволяете? Вы должны отдавать честь старшему по званию. Я так и делал, сэр. Я этого не видел. Так-то лучше. Я вижу, что разговор был не очень приятным, сэр. Хадсон, вы решили учить меня, как следует себя вести. Эти старики с возрастом совсем утратили вкус к приключениям. Почему бы нам немного не развлечься? Мать отменяется, сэр. Ни в коем случае. Как ты смеешь так обращаться с конем? Я вам еще покажу. Вы заплатите мне столько налогов, что у вас останется только кожа до кости. Мы растопчем вас своими сапогами, мерзкие рабы. Какой бы толстой кожа ни была, но и она стирается. И тогда берегись, белый капитан. Рамзин? Рамзин! Да, сэр? Убери его отсюда, пока я его не убил. Да, сэр. Иди, Арджан, иди. Иди. Арджан, что случилось? Бухуан, я был глуп и слеп. Теперь я с тобой. Скажи мне, как я могу помочь тебе? Очень хорошо. Вместе мы будем сильны, как крепкий кулак. Нет, нет, Арджан. Не так. Не так. Лакха, Голи говорил правду. О чем? Об этой белой госпоже. Ну и что? Мы были неправы, Лакха. Но у нас еще есть время исправить это. Мы должны поддержать Хуана. Что ты сказал? Ты совсем лишился разума? Да ты сам пойми. Ты посмотри, посмотри. Эта английская девушка помогает нам спасти наши тела и души. А мы просто сидим и смотрим. Но ведь это же позор. Видит Бог, мы должны быть рядом с ним. Пойдем. Пойдем к ним. Будем вместе. Ты сошел с ума, Измаил? Тогда не забудь прихватить Савва для себя. Твой пхулан никогда не сможет выиграть. Измаил! Измаил! Он ни за что не примет тебя в свою команду! Лови мяч! Послушай, пхулан, на карту поставлена не только твоя честь, но и честь всей нашей деревни. Мне стыдно за те слова, что я произнес тогда. Клянусь Богом, я хочу быть с тобой в этом деле. Можешь поверить моему слову? Я говорю правду! Как хорошо он сказал! Измаил поднял наш дух, правда? Кто теперь сможет остановить нас? Открывай! Просим победы у нашего Бога Кришны! Просим победы у нашего Бога Кришны! Что вы там увидели, госпожа? Что символизируют эти статуи? Это храм Радхи и Кришны, а это их изображение. Сегодня день рождения Кришны, поэтому их статуи украшены цветами. Это очень красиво. Они муж и жена? Нет, госпожа. Кришна был женат на Рукмане, а Радха была замужем за Нием, но их любовь друг к другу почитается у нас за идеал. Это как капля росы на лотосе. Они и не вместе, и не порознь. Мы всегда поклонялись им обоим. Гори, ты так прекрасно танцуешь. Замечательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Элизабет, это лейтенант Эдвард Эдинбург, а это лейтенант Ричард Каминс. Добрый вечер, простите, сэр. Очень приятно. Поговорим завтра в офисе. Простите, сэр, но у него какая-то важная информация. Прошу меня извинить. Что тебе? Долгих вам лет, господин. Какие новости ты мне принес? Хуван собирает команду, господин, но... Что оно? Простите меня, но белая госпожа учит их играть. Белая госпожа? Да, господин. Я видел это своими глазами. Сегодня вечером она посещала наш храм. Этой белой госпожи здесь нет? Вот она. Ты не ошибаешься? Можете повесить меня, если я ошибаюсь. Это она клянусь вам. Ты тоже в команде? Нет, господин. Я не сумасшедший. Это Хуван решился потягаться силой с правительством. Почему ты мне рассказываешь все это? Только зарезанный зверь знает силу кинжала, хозяин. Мне изранили всю душу. Моя победа лежит в поражении Хувана. Как тебя зовут? Имя? Лакха, господин. Лакха? Ты должен войти в состав команды Хувана. Что вы сказали, господин? Ты будешь играть в команде Хувана. Но работать будешь на меня. Я понял вас, господин. Да, Эндрю. Я тебя слушаю. Элизабет, ты осмотрелась немного. Как тебе здешние места? Здесь очень красиво. Горы, леса, животные. А крестьяне. Я не встречалась с ним. Я тоже так думал, но теперь... Мне сказали, что ты даже учишь их играть в крикет. Ты думала, что я не узнаю об этом? Ты решилась пойти против своего родного брата. Вот какое решение я принял. Ты не покинешь пределы лагеря без моего разрешения. Ты не поняла меня? Грязная деревенщина. Ну зачем такая инновация? Наша игра становится все лучше день ото дня. Голи, ты бросаешь мяч с такой силой. А почему ты стоишь на месте после удара Ржан? Нужно бежать. Ржан. Нужно бежать. Когда я смотрел сегодня, как вы играете, я понимаю, что поступил неправильно. И я сожалею об этом. Голан. Нужно мне играть с вами? Нет. Нельзя. Ну почему? Смотреть на игру и понять ее лагеря, это не то, что колоть щепки. Здесь нужны особые навыки. Что вы скажете? Да, да, ты прав. Вольни Голи, например. Он так лихо закручивает мяч, как будто размахивает хрустом. А наш Измаил, он набрасывается на мяч, как будто ловит своих кур, которые бегут в разные стороны. У Арджана, руки стали железными от работы молотком. Это верно. Руки Зара. Если даже деньги не проскользнут сквозь его пальцы, то блять всем более. Для этой игры, в которой можно получить синики и ссадины, нам нужен хороший лекарь. Точно, точно. А кто не знает силу нашего Баха? Крепкий, как птиковое дерево. Агуран? Страсть горит, как вихорасты в его могучем теле. Сатурн силен, а Марс могучит. А наш Измаил? Я помню, что мы всегда были с ним соперниками в Джиле Данде. А я? Тибу. Наш Тибу, как звездочка. А теперь скажи мне, Лакха, в чем твоя сила? Я? Я могу быстро бегать. Быстро бегать? Ладно. Тогда сделай вот что. Покажи нам, как быстро ты можешь взбежать на ступени храма. Проделай это три раза. Только быстро. Сможешь? Давай, Лакха! Беги! Только смотри, не упади! Давай, беги! Давай, беги! Даже я могу бежать быстрее! Хуан, не бери его в команду. Он тает злобу в сердце. Нет, Гури, он нам нужен. Работа в лесу сделала его руки крепкими и сильными. У него должен быть хороший удар. Давай, давай, скорей! Смотрите, как он старается. Не бойся! Если будет болеть ноги, я дам тебе масло. Давай еще раз! Он возвращается! Ты видел, Покуан? Что скажешь? Скажу тебе, что ты бегаешь, как черепаха. Нужно бежать быстрее. Я буду тренироваться. Я буду бегать каждый день. Только возьми меня в команду. Я не могу даже думать о том, что наша деревня не отстоит свою честь. Ну, что скажете? Ну, пусть попробует. Давай, испытаем его! Слушай, Лакха! В детстве у тебя была привычка жульничать во время игры. Если ты попробуешь еще раз... Нет, о чем ты говоришь, Исмаил? Я больше никогда так не сделаю. Клянусь! Поверьте мне! Хорошо, Лакха. И принят. Но запомни, это большая ответственность. Для белых это только игра. Но для нас... Для нас это наша жизнь. Покуан! Я с тобой! Покуан! Продолжение следует... 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 Препятствие... Препятствие... Продолжение следует... 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 Несмотря на мое предупреждение, ты продолжаешь встречаться с этой грязной деревенщиной. Как ты смеешь? Я больше не желаю выслушивать твои глупости. Ты можешь позволять себе вольности в Лондоне, но не здесь. Иначе ты обратно отправишься с первым же кораблем. А теперь послушай меня, Эндрю. Хватит указывать, как мне поступать. Я не ребенок. Я никуда не уеду отсюда и буду ходить в деревню, когда пожелаю. Скажи мне, Элизабет, что такого ты нашла в этих крестьянах, что решилась пойти против воли своего родного брата? Ничего особенного в них нет. Но ты поступил с ними несправедливо, затеяв это соревнование. Запомни мои слова. Вам будет нелегко победить их. Держись, ближе к левому краю. Вот так. А теперь как? Все, господа, игра закончена. А теперь послушайте состав команды. Смит и Бартон открыты. За ними я и того трое. Дальше Брукс. Вессон. Норд. Бенз. Харрисон. Флинн. Уиллис. Ярли. Хорошо. Кого мы возьмем в команду? Я думаю, нужно включить Мхавана. Как дела? Мы хотим посмотреть, как вы играете. Мы еще не нашли одиннадцатого игрока. Сейчас мы это уладим. Возьмите им Пхиму. Пхима! Иди сюда. Нет. Его развали в честь отважного героя, но у него постоянно болит спина. А как насчет кашлина-то? Кашельна. Если он приближит, то сразу расколется пополам. И что же делать? Нам нужен крепкий, сильный парень, староста. А как бы такого не нашли? Дева, ну-ка, бросай меч. Бизар, возьми биту. Все по местам. Приготовятся. Дева, пока не бросай слишком сильно. Хорошо. Девушки отдыхают. Брось мяч. Что ты сделал? Я ничего не делал. Ты просил бросить мяч, я и бросил. А ну-ка, иди сюда. Сюда, сюда иди. Я ничего не делал. Ты просил бросить мяч, я и бросил. Подойди сюда. Госпожа Элиза, вы видели, как Кашель бросил мяч? Давай, Кашель, бросай. Бросай, бросай. Я ничего не делал. Он просил меня бросить мяч, я и бросил. Бросай мяч. Постой. Мне нужно бросать левой рукой. Бросай правой. О! Видели? Как он прыгает. Видела? Он закручивает его. Вот мы и нашли одиннадцатого игрока. Кашель, иди сюда. Изар, ты становись напротив. Гори, давай мяч, кашель. Лакха, иди назад. Давай. Бросай мяч. Ну? В чем дело? Почему вы уставились на меня? В чем дело? Нет, мы не будем играть. Что случилось? Он из касты неприкасаемых. Мы не можем играть с ним. Нет. Нет, этого не будет. Он прав. Мы не можем принять его в команду. Это неслыхано. Я не буду играть. Я тоже. Я тоже. Что ты делаешь? Как ты можешь так поступать? Ты хочешь разрушить древний год? Мы должны сражаться с англичанами, но мы не можем принимать в наши ряды низшие касты. Это все равно, что огравить молоко. Кашра. Называя людей неприкасаемыми, вы отравляете понятие человечности. Старосте, ты отравляешь даже воздух в нашей деревне разделением нас на касты. Да, это справедливо, разбивать сердце человеку только из-за цвета кожи. Тогда почему мы поклоняемся Раму, который доел ягоды, недоеденные темнокожей женщины? Бог, который ведет нас за собой по бурному морю жизни, принял помощь лодочника, который был из низшей касты. Вы знаете это, и все равно называете его неприкасаемым. А ты, Бизар, ты реклекай. Ты проверяешь пульс своих пациентов и лечишь их. В твоей книжке разве написано, что ты не должен лечить неприкасаемых? Ты должен позволить им умереть, так? Если это так, то это было бы позором для врача. Довольно, Бхуан. Тебе ведь нужен крепкий, здоровый игрок. А этот кашля, калека. Разве твоя рука не покалечена? Как только Бог позволяет тебе произносить такие слова. Вот человек, которого ты назвал калекой, зарит сильным, вот увидишь. Эта рука, которая кажется весильной, принесет нам победу. Я хочу напомнить вам только об одном. Мы должны сыграть этот матч не для забавы и развлечения. Эта битва, которую мы должны выиграть. Наша единственная цель освободиться от налога и обеспечить достаток своим близким. Ради этой победы я не перед тем и не перед чем не склоню голову до своего последнего дыхания. Поддержите вы меня или нет, но Кашра будет играть. Хуван, сын мой. Стыд не может войти в глаза, которые широко открыты. Я согласен с Саром. Ты все правильно сказал, Пхуван. Кашра, ты будешь с нами. Кашра, ты будешь с нами. Вперед, мой брат. Вперед, мой друг. Сомкнутся руки прочный круг. Пусть трудно будет. Не робей. Иди вперед. Иди смелее. Кто в одиночку в бой идет, тому победа не придет. Стань сильным, крепким. Далек, гляди. Мы только вместе победим. И вот наконец первые лучи солнца, осветившие игровое поле возле стиле о начале исторического дня. Все на месте. Да, сэр. Доброе утро, капитан Рассоу. Доброе утро, капитан Рассоу. Здравствуйте, капитан Рассоу. Здравствуйте, сэр. Прошу вас. Спасибо. 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 Доброе утро, капитан Рассоу. Доброе утро, капитан Рассоу. Доброе утро, капитан Рассоу. Отлично. Доброе утро, капитан Рассоу. Помните их, пусть, пусть все видят недвяжество Картана Рассела. Долгих вам лет, ваше высочество! Да! Да! Они пытаются подогреть свою команду. Да. Игра будет продолжаться три дня. С помощью жеребия мы определим, который из команд будет подавать первой. Хочу обе команды выйти на поле, чтобы провести жеребьевку. Для справедливого судейства игры, старшие офицеры пригласили независимого судью из Канкура. Мы капитан команды? Да, сэр. Первый удар ваш. Мы начинаем. Удачи вам, Рассел. Благодарю вас, сэр. И вам удачи, юношу. Команда, которая сделает больше перебежек в течение игры, побеждает. Матч начинают игроки английской команды. Лейтенант Смит и лейтенант Бартон. Лейтенант Смит и лейтенант Бартон. Как ловко. Идите сюда. Сюда Что вы делаете? Почему побежали вместе? Нужно бежать за мечом только когда он летит в вашу сторону, это понятно? По местам Молодец, Кхура Молодец Мяч вышел за пределы поля Английская команда имеет четыре перебежки Мяч не засчитан Спокойно, Смит Спокойно Деба переступил черту раньше, чем бросил мяч Мяч, забитый англичанам, не засчитывается Вместо этого английская команда получает еще одну пробежку Черт, разве? Он заставит меня побегать Подачи закончены Деба подавал свой последний мяч Команде защитно восемь пробежек Теперь мяч переходит к новому игроку Это был крученый мяч Нужно хватать сильней Закрути его сильнее Отлично Отлично Почему этот мяч нельзя закрутить? Не знаю Лови его, Лакха Каширо сегодня не может закрутить мяч Его нужно снимать Да-да Ты лучше восстанови дыхание Олан, твоя очередь Хорошо Хорошо Первый английский игрок выходит Браво, лейтенант Браво, успеха Спасибо На прием подачи становится капитан английской команды Рассел Браво, успеха Команда сбила одно бороться И получает 66 очков Голи Внимательно смотри на биту Конечно Я буду бросать правой рукой с этой стороны Правая рука Молодец, Голи Капитан, вы это видели? Да Отлично, Голи Это неслыхано Он должен бросать мяч по правилам В чем дело? Так нельзя бросать мяч Почему нельзя? В чем дело? В чем дело, капитан? Разве это по правилам, сэр? Простите, сэр Что случилось? У нас небольшая проблема Этот игрок слишком долго размахивался Прежде чем бросить мяч Это не по правилам Боюсь, что вы несправедливы к этой команде Несправедливы? Как ты можешь так говорить? Они должны бросать мяч по правилам В правилах игры нет четких указаний по этому поводу Сэр? Да В правилах об этом действительно ничего не сказано Подобные тонкости там не описаны Капитан, мы можем внести это в правило Но уже после окончания матча Вы можете продолжать игру Прошу вас На поле Убить тигра или гепарда Это так просто Но попробуйте победить тирана Разбейте чужеземцев Мы должны их победить Черт Нет, ты видел? Ты видел, как он бросает? Это черт знает что В игру вступает лейтенант Брукс Я готов Брукс Да, сэр Прежде чем бросить мяч Он издает странный звук Примерно так Постарайся услышать его Спасибо, сэр Отлично, Брукс Команда сбила два бороться И получает 132 пробежки Капитан Рассел получает 38 очков Лейтенант Брукс 32 Лови Баха Капитан Рассел получает Капитан Расселу 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 получает Думаю, что никто не способен поймать такой мяч. Что ты делаешь, Лакха? Я промахнулся. Как ты мог промахнуться, сынок? Ты должен собраться. Мы должны победить. Мы должны выиграть этот матч. Прошу тебя, соберись. Давай, Хуан! Игра закончена, господа. Английская команда набрала 182 очка и два воротца. Первый игровой день закончен. Сегодня мы не очень хорошо играли. Что ты такое вытворял на поле, Лакха? Ты так хорошо играл на тренировках? Тренировки — это совсем другое. Там мы играли друг с другом. Почему ты обвиняешь только меня? Разве вы не видели, как играл Кашера? Разве этот коллега совершил какое-то чудо? Я же говорил вам! Он хотя бы старался, а ты не пробовал ничего исправить. Неправда! Замолчи, Лакха. Молчи. У ночь Элизабет заметила, как внизу промелькнула чья-то тень. Она решила узнать, кто это. Мое присутствие в команде хоть как-то помогает вам? Она очень удивилась, увидев Лакху в лагере. Она тотчас отправилась в деревню и предупредила об этом Пхувана. Я... Я... Обманул вас. Я совершил ужасный поступок. Простите меня. Лакха! Такую злею, как ты, нужно раздавить. Остановитесь! Немедленно остановитесь! Да! Не прекратите! Остановитесь! Остановитесь! Вытащи его оттуда! Мы убьем его! Успокойтесь и замолчите! Я сам поговорю с ним! Я переговорю с ним! Лакха! Открой дверь! Нет! Нет, я не открою! Они убьют меня! Я не могу открыть дверь! Они ничего тебе не сделают! Сколько ты сможешь просидеть за закрытой дверью? Никто из них не войдет в дом! Открой дверь! Я совершил ошибку! Пожалуйста, прости меня! Почему? Почему ты это сделал? Я потерял рассудок! Потому что... Потому что... Я люблю Гури! Я хотел заполучить ее любой ценой! Но... Она любит тебя! И я ненавидел тебя за это! Я ненавидел тебя! Я хотел, чтобы ты проиграл и был унижен в глазах Гури и всей деревни! Да! Я этого хотел! Если бы ты рисковал жизнью всех своих односельчан, ты поставил на карту их будущее, но ты понимаешь, что ты сделал, Лакха! Спаси меня! Спаси меня! Дай мне возможность искупить свою вину! Матерью клянусь! Я сделаю все, что ты скажешь! Только дай мне последний шанс загладить свою вину! Дай мне последний шанс! Хорошо, я тебе дам такой шанс. Но ты должен доказать свою готовность исправиться. Если ты не сможешь, ты не найдешь убежище даже в своем доме. Игра второго дня начинается со счета 182 в пользу английской команды. Великий гуру, помоги своим воинам! Великий гуру, пошли им победу! Давай! Давай! Молодец! Молодец! Давай! Давай! Следующим подачу принимает лейтенант Вессон. Игра второго дня! По-моему, это было неплохо. Да, ты! Да! Отличный удар, Вессон! Спасибо! 271 очко за 3 воротца. Совсем неплохо. Хороший счет, скажу я вам. Я думаю, мы доведем счет до шестисотен, не меньше. Улыбайтесь, господа. Диди! Уван, если они дальше будут набирать очки, вы должны что-то предпринять. Да, госпожа. Все игроки уже выходили на поле. Я не знаю, что делать. Я знаю. 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 У тебя получилось Иди сюда Иди В чем дело? У меня так долго мяч Я не понимаю Сумасшедший Вы видели, мяч сбил сразу три воротца Попад хура Попад хура Попад хура Попад хура Он знает, какой тот юг Невероятно Счет становится 295-6 Господь всемогущий Сломай хребет нашему врагу Лейтенант Вессон, хороший удар Берите два мяча ты отбил легко Попробуй-ка взять вот это Возвращайся к себе домой Поджатым хвостом Жалкие чаевники Чистюли Я задал вам Хватай его, Бакка Бакка Поймал его, Бакка Поймал его, Бакка Они набрали 320 очков и еще два игрока в запасе! Акджан, не упусти его! 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 Акджан! Акджан, не упусти его! Акджан, не упусти его! Ну ладно, Рамзи Ну ладно, Рамзи Ладно Вперед, братья! Долой, Лаган! Долой, Лаган! Как такое могло случиться? Долой, Лаган! 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 Кто следующий? Арджан! Постарайся забыть, как унизил тебя белый чужеземец, и оставайся на поле до вечера! Будь осторожен! Лаган! 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 Тебе и твоей семье будет нечего есть У вас не останется никакой одежды Они хотят разорвить тебя, Аржан! Сохраняй спокойствие! Тебе и твоей семье будет нечего есть У вас не останется никакой одежды Мы возьмем двойной, тройной налог с каждого из вас Они провоцируют тебя, Аржан! Не обращай внимания! Держи себя в руках! Мы растопчем вас, жалких рабок, своими сапогами Будьте осторожны, Аржан! Спокойно! Держись! Снеси ему башку! Снеси ему башку! Снеси ему башку! Снеси ему башку! Субтитры делал DimaTorzok Неси-ка ему башку Неудачный удар Субтитры делал DimaTorzok 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 Отличный удар Отличный удар Отличный удар Отличный удар Отличный удар Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Смотрите, какой отважный. А он знает, с какого конца нужно держать палку? Бить нужно сюда, сэр. Покажите. Какая необычная стойка. Он как будто скачет на лошади. Брю! Отличный удар. Сэр, вы не забыли, что мы играем в крикет? Бей только один раз по мячу, Гуран. Ладно. Да поможет мне Бог. Он как будто приспорил лошадь. Беги! Ломай ему хример! Он идет! Гуран! Покажи ему! Молодец! Внимательно. Соберись. Давай, чужеземец! Мы еще покажем тебе! Давай! Давай! Я сейчас так ударю! Еще раз, Гуран! Я так ударю, что ты будешь звать свою мамашу на помощь! Ну, что сказала твоя мама? Да поможет нам Бог! Ага! Почему вы кричите? Спутбол! Будьте вы прокрыты! Голи, сынок, соберись Кроме тебя остались только Бхура и Кашва Папа, покажи им Да, покажи им, Голи Сделай так, чтобы мы гордились тобой Не испугайте его, идиоты Сидите на месте Спокойно, Голи На первом же мече Подожди Бхура, я пойду А твоя нога? Он еще и хромает Как ты будешь бегать, Исмаил? Индийская команда выпускает второго игрока Который будет бегать за Исмаила Иди сюда Когда я позову тебя, ты беги и остановись за линией Понял? Молодец Стой здесь Но не выходи за линию Слава богу, что ты здесь, Исмаил Ты должен сделать все остальные пробежки Больше никого нет Ты нам поможешь Только на тебя, Надежда Не волнуйся, Абхуван С помощью Аллаха ты увидишь, что победа будет наша Мы не можем проиграть Вот и все Молодец 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 Смотри на меня, Типу Беги, Типу Остановись за линией А теперь беги Беги Молодец, сынок Да, да Остановись за линии Сколько там, два или три? Три Пошел последний час игры За это время игроки подадут 20 подач Без барген бази хоги Исмаил, получил 6 очков Обдержать, ребята Еще 6 очков Ибхуван набирает первую сотню Ничего не скажешь Отличная игра Исмаил получает еще 50 очков Сэп, сколько еще пробежек нам нужно выиграть? Вы должны сделать 30 пробежек за 18 ударов 30 за 18? Ничего себе! Ну, и как вам это? Какой стрит. Молодец. Иди домой, тебя мама ждет. Давай, домой. Мамочка соскучилась. Мамочка соскучилась. Иди. Иди. Папа, а почему Типов возвращается? Они должны сделать 28 пробежек за 16 ударов. Кура, стой на одном конце поля и следи, чтобы воротцы не упали. А я буду бегать, хорошо? Иди. Что с тобой? Стой там. Иди на место. И ты тоже на свое место. Собрались? Играем. 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 Что это с тобой? Я не успел. Иди на место! Это последний мяч, Хура. Вы должны взять только одну пробежку. Одну, а не две. Соберитесь, все встаньте по местам, по местам. Играть! Отличный удар. Теперь мы должны сделать четыре пробежки. Сейчас твоя очередь, Хура. Спокойно. Следи, чтобы вороться не упали. Иди. Благодаря хитрости капитана Рассела, Хуваму придется сделать еще четыре пробежки. Команде отличам нужно сделать 12 пробежек на 12 мячах. Назад, Хура. Не волнуйтесь. Назад, Хура. Назад. Благодаря хитрости капитана. Благодаря хитрости капитана. $3,000. Теперь все зависит от тебя. Ты все сделал правильно, Бхура. Кашара, ты должен помочь. Куану, успокойся. Кашара, и ничего не бойся. Иди, помолись и иди. Мы болеем за тебя. Господа, вы помните этого парня? Боже мой, как же он будет играть? Странно. Как он будет играть, я спрашиваю? В команде остался только один игрок. Они должны сделать 12 пробежек из 11 мячей. Приготовились. Еще раз. Внимательно. Еще раз. Стоп. Осторожно, Кашара. Мяч не попал в тебя? Не бойся. Внимание. Ударь по мячу и беги. Беги. Молодец. Молодец, Кашара. Кашара, мы должны сделать только одну пробежку. Это последний мяч. Приготовься. Господа, подойдите поближе. Еще, еще. Давай, смельчак. 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 Давай. Беги, Кашар. Молодец. Молодец, Кашара. Осталось 6 мячей и 11 пробежек для победы. Господа, я прошу всех вас быть предельно внимательными. Следите за мячом и не расслабляйтесь. Мы должны разозлить их, особенно этого калеку. Ярли, я надеюсь на тебя. Не сдавайся. Добей его. Господа. 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 Это пойдет нам на пользу. Молодец. Как ты? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, 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 я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Ты говоришь совсем, как твой отец. Он был очень смелым и всегда говорил правду. Я верю в тебя и в твою отвагу. Поймай его! Он мой! Поймай! 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 Мы выиграли! Мы выиграли! Молодцы! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Будь счастлива, дочь моя Живи долго Будь счастлива Я тоже Не только деревня Чемпан, но и вся провинция не платила налог в течение трех лет Капитану Расселу пришлось отвечать за свое необдуманное поведение Он выплатил сумму трехлетнего Лагаана из своих средств и был переведен на службу в Центральную Африку Элизабет вернулась в Англию, сохранив любовь к Хуану в своем сердце Она не вышла замуж и навсегда осталась радхой для Хуана Хуан и Гури сыграли веселую свадьбу Сам Раджа Пуран Сингх пришел благословить молодую пару Это еще больше укрепило статус Чемпана Но даже после этой исторической победы Имя Пхувана было потеряно Где-то на страницах истории